Ребята, всем привет! Снова, да? Это продолжение следующего ролика. Не знаю, ребята, с опоздания выходит ролик. Если вы смотрите этот ролик и Новый год уже наступил, я вас всех поздравляю с Нового года! Всего вам самого хорошего! Пусть все будет хорошо. Самое главное, чтобы был мир на земле. Вот. Ну, с опоздания выходит видео, как есть. Я иду на рынок за селедкой, за колбаской на оливье. А вы уже давно салаты поели, а Юля за колбаской для оливье идет. Ну, вот так у меня. У нас даже солнышко вышло. Ой, головы летают. А, еще не забыть, надо купить. У Альмы корм закончился. Сегодня последнее утром отдали. Надо купить. А в том магазине, где я беру, он закончился. Пойду сейчас на рынке искать. Ребята, шо? Я уже с рынка. Это просто капец. Цены. Говорили мне мои зрители, Юля, бери, бери все пораньше, грибы бери заранее. Короче, были грибы, до этого 120. Сегодня у нас, так как видео выходит с опозданием, я вам говорю, число сегодня 30 декабря. Вот. Вместо 120 гривен грибочки сегодня 165 и 170. Это предновогодний день. Огурчики были 100-110. Сегодня 140-150. Короче, цены так выросли. Но я по чуть-чуть сделала. Я всего лишь взяла 2 огурца и шампиньонов 300 граммов. Ну, мне чисто так на салат. Чуть-чуть. Так, скупилась очередяки. Ох, очередяки. Но я выстояла, выстояла. За селедкой все на свете. Я сейчас веду еще на новую почту. Забираю последнюю посылку. Там Ленан подарок. Я вчера паковала ей подарки. Столько много мелких всяких таких набрала штучек. Я думаю, что ей будет интересно все это распаковывать. Упаковочную бумагу не купила. Но я сейчас донесу домой пакеты. И пойду еще. Мне там надо за кое-что-что-то, за чем сходить. И я найду упаковочную бумагу. Не хватает мне. Сейчас пойду на новую почту. Блин, ребята, я так и тут чуть ли не аж плакать хочется. Так расстроена, блин. Последнюю посылку. Хорошо, что я проверила. Короче, там 2 чашки в наборе. Такие классные, как Лена хотела. Еще думать, что пойти забрать. Короче, одна чашка не то, что она отколота, а там снизу кусок отпал, и оно в нее можно порезаться. А что? Резаться ее, когда мыть будешь, эту чашку, в нее можно порезаться. Внизу такой пиртик торчит, и кончик отколотый. И ничем там не подточишь. Стояла, крутила, крутила. У меня аж, блин, слезы на глазах. Так надеялась, так хотела, блин. Нашла в интернете, заказала. Мне быстренько, прям оперативно так выслали. Я говорю, успеем до Нового года? Да, успеем. Все, посылка пришла. Блин, их две. Стоят они дорого. 500 гривен. Две чашки эти. И наша мне одна из них отколотая. Они в наборе две. Жалко, если бы можно было одну забрать. Ну, короче. Можно было бы связаться с магазином. А что связаться с магазином? Там наложный платеж указан. 500 гривен. Короче. Я не забрала посылку. С меня первый раз такой. Ребята, оставила сумки дома. Разложила в холодильник по-быстрому. Потом сниму обзор. Пошла я еще пройдусь. Мне осталось купить упаковочную бумагу. Что-то в магазинах все разобрали. Вот. Я, в принципе, уже попаковала почти все подарки. А Леночке надо на мои подарки. Еще не запаковала. Говорит, мама нужна бумагу упаковочную. Сейчас пойду. Пройдусь. Так, нашла. Упаковочную бумагу. Взяла вот такую. Смотрите. Эти по 20 гривен. Я три штучки взяла. А которые, если новогодние, ну, там нарисованы шарики, типа, ну, новогодняя тематика. Елочки, то они по 30 гривен штука. Я думаю, а зачем мне новогодние? Вот такие вот красивые взяла. С цветочками. Зато по 20. Ребята, я наконец-то уже дома пришла. Сейчас покажу, что я купила. Так. Тут непонятно. У меня чеков. Нема. Ничего. Нема. А, есть сколбасного. Значит, это на Оливье колбаса ликорская. Ой, короче, помните, да, что горошек я не покупала. Буду пробовать свой замороженный. Вот. Найду рецепт в интернете. И кто-то из вас мне там писал. Я где-то скопировала, но не могу найти. Ну, если что, в интернете построю, как горошек. Он свежезамороженный. Поняли? Мне надо как-то его превратить, типа, в консервированный. Что-то там в соли проварить. Мне кажется, наверное, уксуса добавить. Что-то такое буду делать. Так, колбаса варенка на Оливье. Докторская, традиционная. Значит, килограмм 195 гривен на 114. У меня тут вышло почти 600 граммов. Так, потом я взяла кусочек масла. Ну, масло у меня есть, но маловато осталось. Вот, на бутербродике. Будут с красной икрой, с красной рыбкой. Килограмм масла 338 гривен на 111. 330 грамм. Так, ну и селедка одна. Ой, селедка, сейчас я вам скажу, за килограмм, по-моему, 155 гривен. Селедка подорожала. Я взяла одну штучку, не знаю, на сколько вышло. Ну, я так думаю, что на гривен, наверное, 70, там 60, 70. Так, потом, дальше, что у меня здесь? Взяла хлеб белый, нарезной, обеденный. Хлеб черный, бородинский, 1. Хлеб черный, бородинский, 2. Так, потом, лучок зеленый на салатик. Я буду готовить салат из печени и трески. И добавляю лучок зеленый в него. 20 гривен пучок. Два свежих огурца по 140 гривен за килограмм. Вот такие вот два штучки взяла. У меня он пойдет в салат А в какой? А, в салат из крабовых палочек я добавляю свежий огурец. Я знаю, что не все добавляют, он нам нравится. И один пойдет на салат куриный с грибами. По одному огурчику, потому что салата небольшое количество я буду делать. Так, это Альми корм на 155 гривен. Полкилограмма здесь. Так. Найдем пакетик. Ну, небольшие, немного. Покупал, потому что у меня, в принципе, как бы все есть. Так, я взяла багет для бутербродов. Вот такой вот. Там был серый и белый. Я взяла белый. Вот такой вот багет поджаристый. Оп. Надо его во что-то еще обернуть, чтобы до завтра не засох. Потом грибы, шампиньоны. Они очень подожарили, но я нашла по 130 гривен за килограмм. Вот тут 300 грамм. Грибочки. Я их сегодня буду мариновать. И, ребята, да, я взяла свеклу. Выбрала самую темную. Свекла 30 гривен килограмм. Несмотря на то, что у меня есть полный погреб свеклы, но я вам рассказывала, она у меня не яркая. Вот. А мне хочется на середку пошла прям яркую-яркую. Я взяла вот немножко свеклы. Даже многовато. Можно было меньше. Все, в принципе. Ну, там еще кое-какие подарочки подкупила. Упаковочную бумагу я вам показывала. Вот. Сейчас еще раз покажу бумагу. Леня очень понравилась, кстати. Лена сказала, что очень красивая. Ну, да. А что переплачивать за новогоднюю в три дорого, если можно вот такую взять? Смотрите. Здесь вот такие розы. Белые, розовые. Две вот таких одинаковых. Думаю, про запас пусть будет. И одна вот с такими яркими, розовыми розами. Чапиона. Не, роза это вроде. Вот такие вот. Все. Вот такие покупки. Пора обедать. Насмотрелась в магазинах на еду. Хочется тоже что-нибудь перекусить. Начинается у меня, ребята, варка овощей. Тут у меня свекла варится. Тут яйца варится. Тут морковка. У меня еще только кастрюлик не хватает. Вернее, даже не кастрюлик, а плит не хватает. Все три конфорки. Во-первых, они засраны немножко. Это такой рабочий процесс. Во-первых, все три конфорки заняты. Мне дальше еще варить надо. Еще картошку надо мыть, варить. Ну, уже тогда яйца, морковь сварится. Потом буду следующее ставить. Вот капусту сегодня утром попротыкала. Посмотрите, сколько вылилось. Видите, как хорошо же в мисочке стоит. Оно через верх потихонечку выливается, выливается. Вот, ну, и можно вылить. Вот. Сейчас этот самый. Пообедаем, перекусим чего-нибудь. И наш обед. Это супчик с фрикадельчиками и с майонезиком. Вот. Еще есть бризоли. Что-то у нас как-то не сильно. Лена вообще ни одной не съела. Не хочет она бризоли есть. Больше не буду готовить. Ну, ладно. Лучше котлеты буду делать. Вот. А я поковыряю. Тут осталась картошка, курица запеченная. Немножечко поем хлеб, лучок. На десерт конфеты. Да, Альмусенька? Да, моя девочка. Скажи, пахнет? Мама варит все. Сюда еду подают. Там мне ничего не дают. Кормят сухим кормом. Вон, на башке вот эта штука у нее проходит. Вот там, видите? Альма, нельзя. А на башке что-то образовалось. Ой, я вообще не знаю. С этими собаками. Процесс продолжается, ребята. Уже сварила свеклу, картошку, яйца, морковь. Тут у меня варится курица на салат. Здесь маринуются грибы горячим способом. Быстрый маринад такой. Я ничего не снимаю, ребята. Никакие рецепты. Что-то ныма, настрои вообще. Не могу ни на что настроиться. Вот, есть на канале рецепт. Вводите у меня на канале. Грибы, шампиньоны маринованные. И все. Они очень быстро готовятся. Пять минут и готово. Я их остыну, сложу в баночку и в холодильник до завтра. Еще раз напоминаю, потому что знаю, что будут писать комментарии. Всех поздравляю, конечно, с Новым Годом. Но у меня видео выходит с опозданием, к сожалению. Вот, сейчас грибы приготовятся. Почти, почти уже исправилась я. Поставила еще компот вариться. Что-то вспомнила, что компот-то допили. Хотя я купила там сок. Мульти этот самый. Мульти фруктовый. Я лене обещала апельсином. Я что-то сегодня забыла его глянуть. Блин, я забыла себе. Я же хочу так на Новый Год Кока-Колы. Спиртного я вообще ничего не брала абсолютно. Короче, а будет без спиртного. На что оно надо? Вот. Грибочки готовы. Я их прям горячими в банку. Оставлю их на столе. Пусть остынут. А потом беру в холодильник. Такие грибы в баночке могут долго в холодильнике стоять. Так, аккуратно. Большеватая банка, но ничего страшного. Компот поставила варить. Там замороженные. Вот это вот. Все сюда, короче, выливаю. Пусть оно вот так будет. Все. Остынет, потом в холодильник. В компоте там у меня варится, ребята, слива. Вишня. И сушеные груши. По-моему, это груши, не яблоки, да. Вон там сливы. Они замороженные сейчас. Они растают. Такие большие. Мне соседка угощала, я их позамораживала. И вишня там еще. Вон, такая крупненькая, своя домашняя. Такой компотик будет. У меня еще больше кастрюли есть. Зачем большую? Некуда ставить. Холодильник будет завтра как бы с салатами занят. Компот будет на балконе стоять. Нема, куда его будет засунуть. Ребят, я еще в магазин сходила. Подкупила кое-что. Вот такие вот штучки. Так, сейчас скажу. Это по акции. 49...50 гривен. Так, такую банку сразу взяли, да побольше. Потому что 1 числа в некотором магазине не будет работать. Так, бананы на 94 гривны. Цена за килограмм. Сейчас скажу. 64 гривны. Потом. Вот такие вот штучки. Это все в акции. С малиной и с лишней. И вот такая вот с орехами. Очень классная. Так, значит. Эти по 40 гривен. 39.99. Так. Что-то я не поняла. А вот это вот 59. 99. Ну, 65. Так, нашла я. Это магазин сельпо, кстати. Нашла я сок стопроцентный апельсиновый. Последняя стояла. Последний литр. 70 гривен 99 копеек. Вот. Газировка. Моршинская вода. Боже, тут цены такой шипы. Фиг поймешь. Что это такое? 21.39 вода. И кока-кола. Двухлитровый не было. Но я думаю, что и этой не хватит. Но здесь не литр, а чуть больше. Вот. Литр 25. Кока-кола. Это будет мой напиток на Новый год. Вместо алкоголя. Кока-кола 35.29. Все. Общая сумма вышла. 411 гривен 80 копеек. Все. И показываю ужин, который у нас сегодня доедаем. Рис. Долго мы едим эти, скажите, короче, бризольки, да. Вот. А мы с Леной по пельменям. Пельмени. Это перца насыпала черного. Пельмени пригождаются. Вот. Потому что я сегодня ничего не готовила вообще. Варила всякое на салаты и так далее. Там, где варилась курица, бульончик, мы налили вот так вот по тарелочке. Добавила и сюда черного перца, замороженного укропчика. Мы не любим, когда пельмени в бульоне плавают. А вот так вот в прикуску нам нравится. Бульончик. Так. Тут хлеб, лучок, конфеты. Ну, короче, всякое такое. Вот так вот, ребята. На этом ролике заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Так как после Нового года выходит это видео, еще раз поздравляю всех с Новым годом. Спасибо за поздравления, которые, я уверена, что вы мне написали. И вас тоже поздравляю с Новым годом. Пусть в Новом году у вас будет счастье, любовь, добро, не знаю, уют в доме. И самое главное, мирное небо над головой. Всем нам мира, чтобы все было хорошо. Все. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.